Шевченко нон-стоп, без передышек и остановок в Национальном университете Острожской Академии. Читают Кобзарь. Идут на мировой рекорд, говорит наш корреспондент Инна Белецкая. Кого рыдая призовой, отделить тоску печаль мою в чужом краю, кому тоскуя родную песню пропою. Тарас Шевченко, зачитанный, заученный наизусть, процитированный миллионы раз, но так до конца они раскрыты. Здесь, в Острожской Академии, его пророческие послания из позапрошлого века зазвучали тысячами голосов. В эту комнату, как на режимный объект, вход регламентирован, действуют сотни правил от отключения телефона до полного безмолвия. Здесь не просто ставят рекорд для книги Гиннеса, здесь совершается таинство. Вот так в украинских вышиванках, не останавливаясь ни на секунду, днем и ночью в Острожской Академии читают Кобзарь. Марафон длится уже шесть дней, это уже вторая попытка установить рекорд. Первую прервали выстрелы в столице. Так стали обстоятельства, когда начались расстрелы на Майдане, и эти фокс-мажорные обстоятельства заставили перерывать нас в марафон. Нам пришли на ЗУШ, перерегистрировали, и мы теперь продолжаем этот марафон поэтичный. И этот поэтичный марафон студенты решили присвятить небесные сотни. Задействованы все преподаватели, студенты и даже гости Академии. Здесь уже посчитали на прочтение Кобзаря от корки до корки. Кобзаря уходит в среднем 11,5 часов. Было страшно, потому что, а если сбьюсь, а если еще что-то не так, а если закашляешь. Но, честно, когда уже сидишь на этом месте, беспосередно начинаешь читать, ты не можешь выдержаться. Это настолько тебя захопляет, что когда же тебе датаром ты сидишь и говоришь, ну, уже все, достаточно, нужно уже меняться. Думаешь, ты можешь что-то читать. Этой ночью эстафету принял факультет права. Данил читает уже более пяти часов. Сегодня в Академии преодолели треть намеченного пути до рекорда. Все, что происходит в этой комнате, фиксируют камеры и наблюдатели. Марафон транслируют онлайн в соцсетях. Если продержится еще 12 суток, студенты вместе с Тарасом Шевченко побьют рекорд мексиканцев. Они без остановки читали стихи 17 суток. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Ревненская область.